Так, ну, собственно говоря, Мирон, по твоему вопросу, то есть, наверное, стоит двигаться в этом направлении. Понятно, спасибо. Так, ну а теперь возвращаемся к нашей задаче, сейчас я вернусь к турбинной задаче. То есть, мы пройдем вот эту вот цепочку заново, быстренько, уже не так подробно, как в прошлый раз, и обращу я ваше внимание на некоторые моменты, которые я в прошлый раз хотел рассказать, но в силу того, что было подробно, я их опустил. Итак, значит, мы с вами находимся вот в этой позиции, у нас есть лопатки отпрофилированные, ну, либо загруженные лопатки, то есть, в принципе, ну, насколько я помню то, что показывал Мирон, там у вас есть лопатки в Блэйтгене, которые вы каким-то образом сабмера туда засосали. Дальше в турбогриде, либо в другую сетку построения вы сделали геометрию расчетной области, ее засетили. То же самое для всех элементов вашей системы. То есть, на самом деле, если посмотреть ваш отчет, ну, ребята там делают примерно ровно то же самое. То есть, есть домены рабочих колес, и, судя по всему, они их делали как раз в турбогриде. Есть домен улитки, который они где-то сделали, засетили, там, либо стандартным мешером, либо айсимом, ну, как каким-то софтом. Да что ж такое, сейчас, секундочку. Вот. И мы с вами имеем сеточные модели. Мы имеем с вами сеточные модели. Значит, запускаем связи к CFX и читаем модели в CFX. Ну, поскольку у меня лопатки там, по-моему, скорее всего, нормальные, геометрия должна загрузиться вообще без проблем. Но, напоминаю, в принципе, если вас очень беспокоит либо внешний вид, либо вы ошиблись в ориентации лопаток, ну, вроде я не ошибся, так, чисто визуально, то можно использовать трансформацию сетки уже здесь непосредственно в CFX. То есть вы выбираете тот элемент, который вы хотите трансформировать, щелкаете правой клавишей мыши, говорите Transform Mesh и описываете его изменения. То есть вращение вокруг, ну, в данном случае оси Z, смещение, reflection, в смысле отражение, ну, и так далее. В данном случае делать ничего не надо, но вот подозреваю, что может быть ситуация, что вы забудете отразить лопатку. И поэтому, возможно, какая-то трансформация вам нужна будет. Дальше. Все остальные настройки можно делать вот непосредственно здесь, но для лопаток удобно пользоваться все-таки турбо-шаблоном. Но все-таки пару слов о том, как это сделать непосредственно в CFX, поскольку если ты подгрузишь, Мирон, этот, притрактовую полость, либо улитку, то, скорее всего, сращивать с лопатками тебе придется это все, ну, скажем так, руками здесь. Значит, делается это все просто. То есть здесь есть вот эти вот менюшки сверху. То есть меню Domain. То есть ты можешь сказать, что вот у тебя есть сеточные блоки, и каждому домену ты можешь присвоить свойства. То есть вот, допустим, турбо-шаблон делает автоматически, но если ты это делаешь руками, то есть ты берешь домен там межлопаточного канала, вот этот вот сплавой аппарат, просто из списка выбираешь, доступно. Говоришь, что свойства у меня будут из списка идеальный газ, это самый правильный выбор. Ты говоришь про референс прэша, ну, обычно ноль ставится, чтобы вот совсем голова не болела. То есть, насколько я понимаю, тут с референс прэша есть определенные фокусы с алгоритмом, с точностью алгоритма. То есть все-таки, насколько я понимаю, использование референс прэша позволяет увеличить точность расчета за счет там округлений и того, что величина изменения там параметров давления, она будет, ну, не такая большая относительно общей величины. Вот. Но, насколько я понимаю, это очень сильно скажется, когда вы будете считать какие-то задачи, где изменение давления на самом деле небольшое, но если говорить о лопатках, то это скорее промышленные вентиляторы. То есть там повышение давления где-нибудь 500 паскалей, 300 паскалей, вот там это будет в самый раз. Вот. Ну и дальше вы можете задать, вращается он у вас, не вращается. То есть, например, вы говорите, что он вращается, задаете частоту вращения. Обязательно смотрим на размерность. Вот это очень важный момент. В любых заданиях смотрим на размерность. И таким образом все описываете. То есть, можно это все сделать руками. Вот. По поводу границ. То есть, границы назначаются вот здесь вот в бондре. То есть, опять же, допустим, ты загрузил улитку и говоришь, ну, или вот эту притрактовую область и говоришь, что вот у меня, допустим, в улитке, вот в выходном патрубке надо поставить выходное граничное условие. Поэтому нажимаешь границу в бондере. Из списка выбираешь тип, тип этого самого, как его называют, тип граничного условия. Тут возможны inlet, outlet, opening, wall и симметрия. То есть, inlet – это, понятно, вход, outlet – выход. Но лучше использовать opening, потому что opening допускает возвратные течения. Wall – это стенка. И симметрия – это понятно, если у тебя есть плоскость симметрии. То есть, поэтому, допустим, если предположить, что это улитка, ты говоришь, это выходное граничное условие, а лучше opening. И дальше, да, и здесь же выбираешь поверхность из списка доступных тебе поверхностей. И к какой поверхности относится твоя выходная граница. То есть, предположим, вот эта вот поверхность – это выходная граница. И дальше ты описываешь ее детали. Давление, температура и так далее, тому подобное. Вот. В силу того, что я не все настройки сделал, тут поэтому некоторые поля недоступны. Просто показываю возможности. То есть, если это делать руками. Вот. Но, опять же, наверное, скажем так, будет хорошая идея, если я вам вот это вот проговорю. Наверное, это лекция. Ну, может быть, еще пару встреч, где мы проговорим постпроцессинг. Мы проговорим, может быть, я все-таки планирую привлечь человека, который расскажет про неструктурные сетки, типа той же самой улитки. И дальше, может быть, взять вашу конкретную геометрию, прийти в офис, ну, чтобы мне, допустим, ее не передавать, если вы не хотите, чтобы она была в третьих руках. Ну, в смысле, в третьих, в смысле, в моих руках. То есть, ну, я понимаю прекрасно задачи конфиденциальности. То есть, можем прийти в офис и просто попробовать собрать вашу модель. То есть, опять же, от того, какие модельки, то есть, что вы будете включать в эту модель, зависит степень детализации. И при решении вашей, конечно, задачи я бы начал идти по пути усложнения. То есть, взял бы сначала ротор, потом, если есть лопаточный диффузор, присобачил лопаточный диффузор, потом улитка по возможности. И закончил бы как раз вот притрактовыми полостями, поскольку вот с притрактовыми полостями, я подозреваю, будет самая большая проблема. Кстати говоря, если у вас есть притракт вот с задней стороны диска, они делаются ровно точно так же. И, скорее всего, вот там турбогрид нам поможет присоединить это все. Вот. И еще одна полезная команда – это интерфейс. То есть, если нажать интерфейс, то вы можете сделать интерфейс. Значит, что подразумевается под интерфейсом? Это сшивка доменов, либо их частей. То есть, возможно, какие принципиальные моменты? Это general connection. То есть, это делается, когда у вас сетка не совпадает. То есть, например, у тебя есть один домен и второй домен. Геометрия их одинакова, но сетка разная. Так иногда бывает. Это не сильно рекомендуется делать, поскольку есть потери точности при интерполяции данных. Вот. Но иногда это делается. В частности, это делается вот в радиальном зазоре. Программа сама тебе это предложит сделать. Но, в принципе, в радиальном зазоре так можно делать. Вот. Ты просто сшиваешь два блока и говоришь, что, пожалуйста, с этой поверхности мне проинтерполируйте данные на эту поверхность. И дальше есть периодичность. То есть, линейная периодичность и вращательная периодичность. Ну и, собственно говоря, по-моему, здесь все. Ну а дальше там описываются, как это называется, всякие элементы. Вот. Ладно. Мы возвращаемся, быстро пробегаем задачу создания турбомашины на примере турбины. То есть, задание граничных условий запуска решателя. Значит, сейчас. Что-то фигня какая-то. Что хотел сказать. Стартуем мы с Тулса. То есть, с турбошаблона. В любом случае, если есть турбомашина, даже если вы добавляете улитки и прочее, 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 наверное, удобнее стартовать с турбошаблона, чтобы, по крайней мере, лопаточную часть описать хорошо, ну и дальше потом ее наращивать за счет дополнительных элементов. Поэтому идем в Тулс. Турбомод. Да, ребята, я использую те модели по ссылке, которые в скайпе. Вот где папочка. Это турбинная модель. Я просто добавил, ну, скажем так, новую CFX модель, но, в принципе, это ровно та же самая геометрия. В первом окошке мы выбираем тип лопаточной машины. Опять же, повторюсь, что я не знаю, на что влияет этот выбор. Я вообще не вижу влияния этого выбора. То есть, поэтому, строго говоря, вот это на это можно забить. Вы проверяете ось, то есть, то, что она, да, действительно вдоль оси Z, но, как правило, программа здесь не ошибается. Я вот не помню таких случаев, что программа ошиблась. И выбираете тип задачи. Ну, естественно, по крайней мере, сейчас на уровне, когда вы все осваиваете, steady state, то есть, стационарная задача, да и для большинства даже боевых задач, используется все-таки steady state решение. Там, да, когда, там, в будущем, когда вы будете более опытными пользователями, наверное, придется вам, может быть, возникнет задача нестационар посчитать. Но вот сейчас steady state – это то, что вам надо. А как бы уже сейчас тоже требуется. Ну, с этим посложнее. А там расчет дальше, дальнейший, насколько сильно отличаться на вы. Честно говоря, вот я очень мало считал нестационарных задач, но, опять же, можно посоветоваться с людьми. Насколько я помню, настройка, ну, практически такая же, то есть, там настройки решателя меняются. Решается все это гораздо более устойчиво, то есть, решение более устойчиво. Но, поскольку тебе приходится считать разные временные позиции, и, как правило, достаточно много, то время расчета увеличивается. Вот. Задача, где это надо, но это, на мой взгляд, только нестационарное нагружение. У вас сейчас, получается, расчет идет, и там требуют, ну, считать, соответственно, параметры и КПД при нестационарной постановке задачи. Ну, можно попробовать поговорить с людьми, как это делать. У нас люди пытались там НК-14 считать внестационаре. Я вот просто еще, извините, увидел отчеты там, Казанский институт считал, вот тоже, трубокомпрессор, и там, получается, они прям сравнивали еще все параметры, то есть, которые получаем мы в двух постановках в стационарном и стационарной постановке. Ну, интересно, да. Хотя, кстати, про Казанский институт мы вообще ничего не слышали, чтобы они что-то считали. Ну, авиационный Казанский институт. Не, я понял, что КАИ ты имеешь в виду, просто, ну, примерно мы же всю компрессорную тусовку представляем. Вот, особенно, что касаемо осевых машин-то, это вообще абсолютно все понятно, и так-то между нами девочками все компрессора ВДК считает, ну, наверное, два человека. Ну, один-то точно, это Костя Федичкин, ну, наверное, сейчас самый крупный специалист по компрессорам ВДК, может быть, еще пару человек. Вот. И все. И вот как-то во всех этих тусовках казанцев я, честно говоря, ни разу не видел. Урфу? Урфу. По-моему, там есть какая-то группа. По-моему, Блинов там фамилия такая. Или, да, блин. По-моему, Урфу все-таки. Вот, поэтому... Вот, интересно, наверное. Ладно, поехали дальше. Так, Мирон, а вы эту модель-то свою не собирали компрессорную? Просто, может быть, я вам тут... У меня ее... Ну, у меня как бы есть, которую я делал давно, просто смотрел, как перезагружается, ну, модели загружаются, смотрел. Ну, полная модель, это вот, наверное, у Акунца надо просить. То есть у него прям полностью готово все расчеты. У кого? У Максима Акунец, который... А, Максима Акунец. Да, либо Илья Киселев. То есть они вместе там делают. То есть надо у них попросить. Не, ну у вас-то задача расчета стоит или вопрос? Ну, мы больше как конструкторы. То есть и нам, соответственно, создать потом в Турбогриде. Насколько мы сами будем самостоятельно считать в дальнейшем, ну, скорее всего, только предварительно какие-то расчеты делать будем. Ну, просто в принципе, наверное, вот мне кажется, что, ну, попробовать-то вам стоит. То есть взять вот эту геометрию. Тем более, что я у тебя блэйтген-то видел на компрессоре. Вот. И нужно использовать. Кстати говоря, наверное, Акунец-то знает, как вот эти данные гонять. Поскольку он с кафедрой конструкции общался, они там как-то данные из блэйтгена, по крайней мере, в прочности и в 3D перегоняют. То есть, может быть, он обладает этими знаниями. Там поверхностями выгружают и уже натягивают отдельно. То есть там можно так сделать. Ладно. Возвращаемся. Так, радиальная турбина. Здесь все задали, говорим next. Значит, здесь он по умолчанию, в смысле программа по умолчанию, задает вот этот самый блок. Задает блок. То есть она берет все домены, объединяет в один блок. Нам этого не надо. То есть нам надо разделить отдельные домены, поскольку у них разные свойства. То есть вращение и невращение для областей это разные свойства, поскольку ротор считается в подвижной системе, координат статора в неподвижной. То есть поэтому этот блок мы выделяем, говорим удалить его и забываем про него, а сами начинаем степ-бай-степ в порядке движения рабочего тела набирать блоки. Ну, здесь у нас два блока, то есть, соответственно, мы начинаем, поскольку это турбина, со статора, потом добавляем ротор. Ну, и, соответственно, если у вас много ступеней, то последовательно в порядке движения рабочего тела вы начинаете набирать. То есть говорим. Правый щелчок мыши. Add component. То есть добавить компонент. Первый компонент у нас статорный. То есть поэтому мы выбираем стационарный. Можем задать имя. Ну, как правило, остается по умолчанию. Говорим окей. Дальше в available volumes выбираем вот эту самую геометрию, которую мы хотим подцепить. Там их две. Выбирайте любую. Опять же, я лично разницы не видел. Да и, собственно говоря, для статора это все. То есть для статора вам надо просто выбрать. Для ротора вам надо будет задать вращение. Задать вращение и проконтролировать направление вращения. То есть поэтому первый компонент мы описали. Добавляем второй компонент. Это будет ротор. Из списка выбираем вот этот самый Passage Main. Задаем частоту вращения. У меня это 50 тысяч. Проверяем размерность. Но это обороты в минуту. Это то, что надо. И смотрим, 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 смотрим направление. То есть, опять же, вот как определить направление? Ну, строго говоря, есть два пути. То есть первый все задать, посчитать, посмотреть вектора. Но поскольку теорию-то я понимаю, ну и вам ее рассказываю, то советую простроить в голове план скоростей. То есть, поскольку это ротор, значит, соответственно, блин, вот, к сожалению, был бы китайский зум, я бы прямо на экране нарисовал. То есть поток выходит вот под направлением лопаточного угла. Это будет скорость W. Если к ней прибавить U, если к ней прибавить U, то мы получим неправильное направление C. То есть направление абсолютной скорости у нас должно быть примерно нормально к выходу. Ну, там, где-то около этого. То есть поэтому направление вращения здесь неправильное. Я его меняю. То есть видим, стрелка поменялась. Вот, но опять же, не переживаем. То есть задали все. То есть, глядите, когда вы делаете модель, естественно, вы можете ошибаться. У вас есть какие-то допущения. Вы не понимаете до конца, что у вас там происходит. Начинаете считать, выявляете эти все проблемы, управляете. То есть поэтому, ну, ошиблись, ладно, потом поправим. Всегда можно все отредактировать. Все, все задали. Проверили. В роторе у нас есть зазор. Зазор. То есть поэтому тип in clearance, at shroud должен быть yes. Чаще всего программа сама определяет, но иногда бывает пропускает. Ну, изредка, но такое бывает. То есть проконтролировали. Говорим next. На следующем экране мы задаем граничные условия. Reference pressure. Ну, удобно поставить ноль. В вашей задаче все-таки давление меняется сильно. То есть поэтому ноль. Если вы оставляете там одну атмосферу, либо другое давление, значит все остальное давление вы задаете избыточным относительно этой величины. Если вы ставите ноль, то вы задаете абсолютное давление, то есть ровно то, которое вы посчитали. Вот. Total energy обязательно. То есть это значит, что вы учитываете изменение температуры. Для нас это важно, мы это учитываем. Ну, и модель турбулентности. Строго говоря, здесь без разницы. То есть это две, ну, не то чтобы одинаковые модели, но очень схожие по свойствам модели. То есть там есть принципиальная разница Кэпсилон и ССТ. Наверное, более продвинутая по описанию будет ССТ модель. Кэпсилон более классическая модель. Но это в общем случае обе двухпараметрические модели примерно одинаковых, ну, так сказать, возможностей. То есть поэтому вот здесь принципиальной разницы нет. Ну, если вы не проводите там какую-нибудь верификацию. То есть вообще по-хорошему надо посчитать тестовые задачи и решить, что для вашего класса задач более предпочтительно такая-то модель. Но большой разницы, я думаю, вы не заметите, это будет мелочь. Дальше. Выбирайте тип граничных условий. Тут, возможно, три варианта. Для турбины стандартным является вот это. P-Total, P-Static. Вот самый лучший вариант для турбины это вот такое вот. Конечно, можете задать массовый расход, но вот вариант, который я выбрал, это действительно лучший вариант для турбины. Значит, на входе мы задаем давление. У меня это 290 кПа, то есть я поэтому набиваю 290, могу добавить 3 нолика, чтобы задать паскали, могу задать килопаскали, но самое важное, я контролирую размерность. То есть если я ставлю как есть, это будут атмосферы, поэтому я задаю килопаскали. температура 1100 градусов в моем случае. Опять же, по умолчанию Кельвин, если у вас есть Цельсий, да без проблем, Цельсий, там R я не помню, что такое, Ренкин что ли, и Фаренгейты, все, что вам удобно. Так, ну естественно, я ставлю Кельвин. Направление потока либо нормал-тубондри, то есть перпендикулярно, это как раз мой случай, либо же мы задаем направляющий косинус, но это удобнее сделать дальше, после завершения турбошаблона, поскольку дальше можно визуализировать вектора и проверить, насколько правильно мы их задали. Ну и на выходе у меня 99 кПа, то есть статическое давление на выходе, я ставлю 99 кПа, размерность обязательно смотрим. Интерфейс. Для стационарной задачи это Mixing Play. Все, все настроили, можем настроить solver параметр, но, наверное, лучше это сделать после. Говорим Next. На следующем экране нам надо проверить интерфейсы. То есть здесь они просто проверяются на предмет того, правильно ли вас программа поняла или неправильно поняла. То есть вот в вашей задаче должно быть 4 интерфейса. Интернал. То есть вы видите, подсветилось, как это называется, короче, зазор подсветился. То есть эта шивка двух поверхностей в зазоре, это связано с особенностями построения сетки в турбогриде. То есть там сетка не совпадает, если бы можно было визуализировать сетку, это как-то можно визуализировать, вы бы увидели, что посредине зазора сетка не совпадает в узел в узел, поэтому там надо сшивать поверхность, и это делается вот этим интерфейсом. И, как правило, когда у вас приходит лопатка с турбогрида, то в зазоре есть интерфейс. Его надо сшивать, если вы это делаете руками. Дальше в каждом блоке у нас есть периодика, то есть видим две границы с вращательной периодикой для статора и для ротора, и последний – это интерфейс между ротором и статором. То есть, соответственно, сколько у вас блоков на каждом блоке будет периодика, сколько у вас интерфейсов, на каждой границе у вас будет интерфейс. То есть просто проверили, ну вот в двухступенчатой, в двухвинцовой лопаточной машине это будет четыре интерфейса. Идем Next. Здесь список основных границ, вы их просто проверяете, опять же, потому что, по сути дела, вы сформировали все в том шаблоне, где мы выбирали граничные условия, поэтому вы просто прощелкиваете, говорите, поверхность лопатки – это стенка, да, стенка. Втулочная поверхность – стенка, стенка, да. Аутлет. На аутлете вы задали давление. Задали? Задали. Кстати, да, опенинг здесь задать нельзя. То есть мы к этому вернемся позднее. Шрауд. Вот что касаемо шрауда в роторе, то здесь интересная ситуация. Поскольку ротор вращается в, считается в вращающейся системе координат, то статор-то вообще-то там движется в этой системе координат, и поэтому это надо задать. Но для простоты в CFX есть такая настройка Counter Rotating Wall, то есть это говорит о том, что стенка вращается в обратную сторону от направления вращения с точно такой же скоростью. Ну, вот в относительной системе координат мы вот это с вами увидим. Ну, и так же все прощелкиваете. Особое внимание уделяем на вход и выход. Но, как правило, это просто проверка. Дальше следующее проскакиваем. Что здесь непонятно, говорим финиш. Все, ваша моделька сформирована. Значит, остается только допилить ее слегка. То есть в первую очередь идем на границы inlet и outlet. То есть на inlet, если у нас вход ненормальный, то лучше задать, ну, для лопаточной машины удобно задать цилиндрический компонент. То есть у вас будет осевая составляющая, радиальная составляющая и тангенциальная составляющая. Ее надо будет задать направляющими косинусами. То есть если я, например, задам на входе осевой компонент там 0.5, 0.5, а здесь 0.8.6. Ну, я так по памяти набиваю цифры, где-то примерно 60 градусов, то потом я могу пойти в plot option и бондри вектор посмотреть направление вектора. А, да, вот он. Вот направление вектора, и я вижу, что я ошибся. То есть, во-первых, у меня направление не в ту сторону, то есть, соответственно, осевой компонент я должен поменять знак. Ну, и если я вижу, что тангенциальный компонент не туда, я тоже меняю знак. То есть, вот это задается таким образом, но в этой конкретной задаче нормал-то бондри. Это очень удобно. Для нормал-то бондри вектора не показываются. Вот. И идем на outlet. На outlet, поскольку очень часто на выходе из компрессоров у вас может быть отрывная зона, да и на выходе из радиальной турбины поток закручен, там в ядре может быть отрывная зона, то есть вероятность того, что через выходную границу у вас будет возвратное течение. А граница outlet не позволяет делать это возвратное течение, то есть, поэтому вы выбираете границу opening, то есть, это тот же outlet, но который позволяет возвратное течение. В бондри детейлах вам надо добавить температуру возвращающегося потока, если я не ошибаюсь, там примерно 800 кельвинов. Ну и, собственно говоря, все. Да. Значит, здесь при изменении границы он вам выкинет сообщение об ошибке, но лечится это очень просто. Вы щелкаете по нему и убираете вот эту галочку. Собственно говоря, здесь все. То есть, граничные условия вы задали. Если у вас есть улитки, то вам надо будет естественно их подгрузить, но скорее всего через Workbench вы уже подгрузите. Через интерфейсы и через бондри вам надо это будет сюда подсосать. Кстати говоря, вот есть у меня подозрение, что по крайней мере улитка-то, наверное, через турбошаблон приделается, хотя я в этом не уверен, но можно попробовать, по крайней мере. Дальше. Нам остается сделать две вещи. Это настроить решатель и настроить свойства материалов. Значит, по поводу решателя. Это делается в Solver Control. Solver Control. Значит, выбираем порядок решения задачи. Лучше использовать High Resolution, но у High Resolution похуже устойчивость. То есть, если у вас задача будет валиться, можно вернуться к первому порядку, а потом, когда будет у вас устойчивое решение, то, соответственно, вы можете, то, соответственно, вы можете, ну, короче говоря, поменять порядок. И дальше ставить количество итераций. В первый запуск я бы поставил много итераций, потому что 100 итераций это точно недостаточно, а невязки бы неплохо вывести в горизонт. И тут же я бы исключил возможность автоостановки по невязка. То есть, ну, вы увидите в процессе решения невязки будут снижаться. И вот в этом окно, в окошечке конвергенц-критерия вы фактически говорите, что если у меня невязка будет 10 минус 4, программа автоматом остановится. Но часто бывает такая ситуация, что вроде невязка маленькая, а параметры, если их выводить, они еще достаточно сильно колеблются по итерациям, поэтому лучший вариант дождаться, пока невязки у вас уйдут в горизонт. То есть, поэтому я сюда просто добавляю какое-то количество нулей, чтобы невязка была явно вот очень оптимистична и недостижима. И таймскейл лучше оставить один, то есть, по умолчанию это хорошая цифра. Значит, таймскейл разменивает устойчивость на сходимость, на время расчета. То есть, если вы уменьшаете таймскейл, то задача у вас становится устойчивее, но время расчета увеличивается, причем достаточно сильно. Лучше стартануть на единичке, лучше стартануть на единичке и посмотреть, как работает ваша задача. Но, допустим, в компрессорах это действительно может быть проблема, если у вас есть сильные отрывные какие-то явления в компрессорах, и там действительно с устойчивостью решения могут быть проблемы. Турбины с конфузорным течением, как правило, считаются очень устойчивы, поэтому на единичке она должна наверное считаться вообще без проблем. Вот. Потом, когда вы получите допустим 100, может быть 200 успешных итераций, вы можете таймскейл увеличить, ну, примерно на порядок и у вас время сходимости уменьшится, то есть у вас сходимость пойдет гораздо резвее и вы можете таким образом получить быстрее решение. Но, опять же, такой инструмент, который может быть полезен, но в то же время им надо работать осторожно, потому что можно задачу и обвалить. Сейчас, секундочку. Так, поехали мы с вами дальше. То есть здесь все настроили, говорим либо окей, значит, если мы нажимаем окей, то менюшка у вас закрывается полностью и сохраняется. Ну, если говорим close, просто закрывается, если говорим apply, то она не закрывается, но сохраняется. Закрыли. И последнее, нам надо задать свойства материалов. Значит, уходим. Материалы мы выбрали air ideal gas, поэтому идем в air ideal gas и делаем здесь настройки. Значит, по поводу настроек есть вот эти два файлика, в которых расписано, как сделать настройки для воздуха и продуктов сгорания с переменной теплоемкостью и переменной вязкостью. То есть для боевых задач надо учитывать переменную теплоемкость и переменную вязкость. И поэтому задать вот эти все полиноны. То есть в этих файликах все описано. Я поэтому не обращаю, ну, не заостряю внимание сильно, но вкратце это делается так. Выбираем air data, идем в material properties, забиваем в специфик heat capacity cp zero полином и забиваем сюда вот эти самые коэффициенты. И потом идем в transport properties и то же самое выбираем саттерлент для вязкости ну и соответственно забиваем коэффициенты. Но когда вы делаете первый расчет, когда вы еще не знаете вообще у вас задача правильно задана, неправильно, будет она считаться, не будет, вообще имеет смысл сделать минимальные настройки, чтобы не тратить время, добиться устойчивой работы, то есть пофиксить ошибки и дальше уже дальше уже как это сказать там, короче говоря, когда вы будете уверены, что ваша задача считается, уже ввести те параметры, которые здесь есть. И здесь я вам хочу показать один момент, который может быть полезен, он строго говоря работает во всех менюшках, но вот особенно он полезен, по крайней мере мне был в материалсах. Значит, глядите, я вот эту модельку закрою, то есть строго говоря она настроена с постоянной теплоемкостью, но у меня есть другая модель, которую я настроил там для своей задачи. Она практически точно такая же, но там все настроено. Сейчас я вам покажу один момент, который можно использовать для копирования данных из готовой модели в другую, это на самом деле очень удобно как раз для материалов. То есть у меня есть AirDialGas, что я делаю? Я щелкаю правой клавишей и говорю Edit SetInCommandEditor и у меня появляется такое текстовое окно, в котором описываются параметры рабочего тела. То есть вы видите, допустим, хиткапасти задан полиномом, то есть написано, что это полином и приведены его коэффициенты. Поэтому что я делаю? Я беру вот этот вот текст, копирую его в буфер и могу вставить в текстовик, например, и запомнить его. То есть, например, я один раз задал свойства вещества, запомнил в текстовике и потом, когда мне надо будет это использовать, то есть, вот, например, эта задача у меня когда-то была давно решена, я решаю схожую задачу течения в турбине, поэтому я запускаю припроцессор. Сейчас, секундочку. Я запускаю припроцессор, нахожу свои материалсы, захожу в edit command editor, то есть, тут другая настройка, то есть, например, hit capacity, она постоянная величина, и просто сюда текстовиком вставляю тот текст, который у меня был, и говорю процесс, ну, прочитать. Закрываю, смотрю менюшки, и вижу, что у меня свойства заданы уже полином. То есть, вот этот вот момент, он может использовать, то есть, строго говоря, вы можете всю модель через текстовик скопировать, то есть, взять там старую модель, через текстовик сюда закинуть, и может быть, даже в текстовике поправить там какие-то цифры. Но, естественно, с этим надо осторожно, потому что наименование поверхностей может не совпадать, но вот с рабочими целами работает вообще очень классно. Собственно говоря, наверное, это все по решателю, то есть, по настройке модели. После этого мы идем в Солюшн. Солюшн – это решатель. То есть, здесь разделение следующее. Препроцессор – это сетап. Сейчас, секунду. Препроцессор – это сетап, Солюшн – это решатель, и Резалт – это результат. То есть, следующий этап нам надо решать эту задачу, которую мы настроили. Заходим в Солюшн. Заходим в Солюшн. Сейчас она запустится. То есть, ну, как обычно, это требует какое-то время. И здесь, что вам надо сделать? То есть, на самом деле, настройки тут очень небольшие. То есть, вы либо оставляете сериал, это значит, вы используете один процессор. Либо вы говорите Intel, MPI, Local, параллель. То есть, это распараллеливатель. Ну, обычно я использую первый. Может быть, есть разница между ними. Я использую первый. И просто говорю, что вот у меня здесь восемь процессоров, я хочу использовать четыре. Ну, использовать все процессоры нехорошая идея, потому что, как минимум, у вас система есть, Windows. Может быть, вы параллельно какие-то задачи будете решать. То есть, поэтому где-то обычно половину процессоров забираем. и если у вас это первое решение, вы можете сказать Start Run и все, и задача пошла считаться. Ну, давайте так и сделаем. То есть, мы сейчас тогда поговорим еще по настройкам солвера. То есть, дальше программа читает вашу модель, если она найдет какие-то ошибки, она выкинет. Ну, там какие-то предупреждения были. Но, если она находит критичные замечания, она там выкидывает, но она все останавливает и говорит, у вас, мол, проблемы, считать не буду. Если замечания не критичные, то, соответственно, все хорошо. Вот пошел процесс расчета. То есть, пишет итерацию номер один, это требует какого-то времени, и вы сидите, терпеливо ждете. Ну, здесь совет такой. Вот на эти графики смотреть это никаких нервов не хватит, потому что это действительно как за скачками наблюдаешь. То есть, смотришь, а оно пошло в правильном направлении. Все, классно, классно, задача решена. Потом, хоп, куда-то в другую сторону пошлась. А, блин, все пропало. То есть, поэтому запустили и делами. Вот. После второй итерации он начнет отрисовывать графики невязок. Значит, что это за графики? Это графики невязок. То есть, глядите, программа решает уравнение. По-крупному это уравнение неразрывности, то есть, это масс уравнения. Вот, видите, появились графики после второй итерации. Это уравнение энергии, то есть, это хит-трансфер и моментум уравнения это на въезд плюс два уравнения турбулентности. Вот. И для каждого уравнения он рисует невязку. То есть, глядите, программа находит численное решение уравнений. То есть, оно не находит функции, оно находит числа, которые удовлетворяют уравнению. И, если представить ваше уравнение в виде функции равно нулю и подставить туда вот эти численные уравнения, в идеале у вас должно получиться ноль. Но, поскольку по определению решения, которое вы находите, приблизительно, то, естественно, эта функция не будет равна нулю. И мы должны стремиться сделать так, чтобы невязка, то есть, вот эта вот разница, результат, который мы получаем, если мы подставим числовые решения уравнения в наше уравнение, чтобы она стремилась к нулю. Так вот, вот этот вот график как раз и показывает вот эту вот функция равно чему по каждому уравнению. То есть, обычно программа стартует с того, что невязки у вас достаточно большие. И потом постепенно по мере итерации, по мере того, как программа ищет решение, они будут снижаться, снижаться, снижаться и в какой-то момент пойдут вниз. То есть, в принципе, по умолчанию вот тех экранов, которые есть, вам достаточно для того, чтобы контролировать процесс решения. Но я, например, обычно очень часто ставлю дополнительное окно, значит, это баланс невязок, баланс расходов. Значит, глядите, программа использует метод конечных объемов. В этом методе уже автоматом зашиты законы сохранения, в том числе и массы. И, естественно, если вы получаете решение, где втекает один килограмм, а вытекает два, ну, значит, это решение неприемлемо. И, как правило, вот эти вот программы численного моделирования, которые используют методы конечных объемов, баланс расходов там сходится очень хорошо и очень быстро. Но бывает, когда они не сходятся. И если они не сошлись, это, скорее всего, говорит об вашей ошибке. Вот. И, естественно, нельзя останавливать решение, когда у вас баланс расходов не сошелся. То есть, поэтому я вывожу баланс расходов. Делается это следующим образом. Есть кнопочка сверху New Monitor. Нажимаю на нее. Ну, здесь либо Plot Monitor, либо Residual Monitor, большой разницы не вижу. Говорю ОК. И здесь выбираю пункт In Balance. То есть, дисбаланс. Можно для ротора, можно для статора, но обычно и для ротора, и для статора я выбираю P Mass In Balance. То есть, это будет дисбаланс массы в роторе и в статоре. Естественно, он должен равняться нулю. То есть, вот, глядите, сейчас выходит график дисбалансов, и мы видим, что вот на данный момент дисбаланс расходов в роторе составляет 40% в статоре, ну, где-то в районе 5%. Естественно, такое решение нас не устраивает, но вы видите по истории сходимости то, что дисбалансы имеют тенденцию на снижение. То есть, потом она, вот эта вот кардиограмма уйдет в нолик. То есть, она может достаточно долгое время колебаться вокруг нуля, но в конечном итоге в нормальном решении безошибочном оно уйдет в ноль. Если у вас дисбаланс не сходится, значит, есть проблема, скорее всего, надо возвращаться, проверять граничные условия, либо, может быть, даже менять сетку. И еще одна вещь, которой удобно воспользоваться здесь, здесь есть менюшка, если я не ошибаюсь, блин, я забыл, по-моему, вот это, давайте попробуем нажать на эту кнопку, да, если нажать на эту кнопку, то вы увидите все окошки сразу. Это очень удобно. То есть, вы все настроили, настроили дисбалансы, нажали эту кнопку, у вас все перед глазами, вы пошли пить чай. Одним глазом посмотрите сюда. То есть, можете свернуть программу, что-то заниматься какими-то там отчетами, другими задачами, рисовать, еще что-то делать, потом посмотрели, ну, все идет по плану. Либо какая-то возникла проблема, с этим надо что-то делать, поехали дальше. То есть, вот так мы работаем с соловером. Так, что еще сюда добавить? То есть, ну, строго говоря, у нас прошло сейчас 12 итераций, это очень мало. То есть, говорить о том, сошлась задача, не сошлась, наверное, рано. Если у вас возникают какие-то проблемы, ну, как правило, к итерации 50-й сотой становится понятно, что все идет не по плану, либо наоборот, все идет по плану, и надо просто ждать. Вот, поэтому сидите, смотрите, занимайтесь другими делами. Так, пусть он немножко посчитает. Ну, давайте еще пару вещей здесь я хотел вам добавить. То есть, помните, я вам говорил про таймски. То есть, в принципе, то есть, вы просчитали, ну, на самом деле 20 итераций маловато, ну, допустим, 100 итераций просчитали, и видите, задача у вас сходится, а вам хочется ускориться. Поэтому можно сделать следующий момент. Можно в процессе расчета, можно в процессе расчета поменять величину параметра. Причем, кстати говоря, не обязательно solver. То есть, вы можете граничные условия поменять. То есть, я могу в процессе расчета сказать, а блин, я хочу другое давление. Вот. Итак, это делается вот здесь, динамический edit. Он вас спрашивает, ну, вообще-то, короче говоря, надо создать бэкап, то есть, контрольную копию. Ну, вы с этим соглашаетесь. И после того, как вы сделаете настройки, когда вы все закроете, он вам запишет файл, который можно найти в результатах, его прочитать, ну, и, соответственно, сделать какие-то настройки. То есть, ну, прочитать и там, посмотреть результат. Дальше, то есть, идете, например, в solver control, solver control, коверген, нет, да, коверген, 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 с контролем, там скейл фактор, и говорите, а я хочу не один, а, например, пять. Ну, здесь с таймскейлом лучше не увлекаться сильно, то есть, по чуть-чуть, а там видно будет. Говорите, окей, сейв, и вот после этого он применит вот эти настройки. Точно так же вы можете пойти, например, на какую-то выходную границу, boundary condition и, например, задать давление. Не 99, а там я хочу, например, 100 кП, либо там еще какую-то цифру. То есть, параметры можно поменять динамически. То есть, сейчас вот если посмотреть, он где-то должен был прописать, что я, записал... А, вот. То есть, видите, вот это сообщение, то, что я записал backup файл. То есть, вот этот вот файл с расширением баг, он содержит, кстати, номер итерации, вы потом можете прочитать в резалте, то есть, в постпроцессоре, и посмотреть, посмотреть, какие там были параметры. То есть, ну, как вариант, например, считать характеристику, поменяли давление, записали backup файл, дождались установления и так далее. Так, сейчас еще чуть-чуть посмотрим, что у нас тут. Я ищу с открытым. Чего проблемы? Решить, ну, у меня открылся файл, все, ему просто получается адрес намерялся. Но он русские буквы не любит. Вот прям катастрофически не любит. Так, сейчас я еще поищу. А, у меня там же. так. Ну, видите, после изменения тут у нас, как правило, происходит скачок невязок, а потом он должен будет идти гораздо веселее. Значит, в любой момент решение вы можете остановить, нажав кнопку стоп. Вот реально, в любой момент. То есть, нажали стоп. Он вам спросит, да, вы действительно уверены? Вы не бредите? Ну, говорим yes. То есть, после этого он записывает файл. И, собственно говоря, процесс решения завершен. Процесс решения завершен. Сейчас еще чуть-чуть про solver поговорим, и, наверное, тогда по верхам постпроцессора пробежимся самым интересным вещам. То есть, все, он записал, все отлично, выдал сообщение, что все закрылось. В принципе, если вы остановили и хотите продолжить считать, или же, например, что вот мы остановили, допустим, в процессе расчета, мы выявили, что у нас какая-то проблема. Либо мы выявили, что у нас там задана не та цифра, или мы хотим изменить настройку. То есть, заходим в сетап, делаем настройки, и потом, после этого, нам надо заново запустить решение. То есть, опять заходим в solution, и, в принципе, сейчас, если я нажму start run, то расчет пойдет ровно с той точки, на которой мы остановились. То есть, вот программа устроена таким образом, видите, то есть, он стартует с последнего успешного расчета. Ну, если у вас до этого были неудачные попытки с ошибками, он, конечно, будет с нуля стартовать. Но если были, вот как в предыдущем этапе, у меня шел расчет, он не разваливался, он нормально шел, я нажал стоп, потом чего-то сделал, вернулся, и он стартует вот с этого расчета. Это, кстати говоря, неплохо. Вообще, отличная идея стартовать с существующих результатов расчета. Я сейчас чуть позднее, он вот от несколько итераций поколбасится, я расскажу, как это делать. Так, что еще? Ну, сейчас он пусть пару итераций сделает, я остановлю и покажу еще пару моментов, связанных с решателем. Вот пошел, пошел, пошел считать. Если вы обратите, допустим, невязка по расходу после изменения таймскейла очень резко скаканула к нулю, то есть он быстрее сошелся по расходу. Кстати говоря, вот когда вы делаете тысячу итераций, ну, естественно, все изменение будет в первых итерациях, а вы хотите посмотреть, что-нибудь было за последние итерации. Это можно сделать следующим образом. На этом, как его, ну, на экране делайте правый щелчок, говорите Monitor Properties и вот здесь вот есть вкладка Range Settings. По умолчанию стоит Display All, то есть показывать все, но в принципе вы можете сказать, а я хочу последние, ну, например, 10 итераций. Ну, естественно, на практике обычно это ставится, допустим, 100 итераций, идет у вас 1000 итераций, вы смотрите последние 100. То есть, ну, например, я последние 20 хочу. Говорю ОК, и вы видите, вот этот вот график уже идет обрезанный, то есть он идет не с нуля, а вот тот диапазон, который я указал, и вот, например, здесь уже гораздо лучше видно, какая невязка по расходу, ну, потому что, когда дистанция увеличивается, масштаб начинает быть нехорошим. Так, опять останавливаю, сейчас еще кое-что по, как его называют, по солверу я проговорю, про настройки солвера, и тогда вкратце по верхам проскочим по постпроцессу. сейчас у нас становится, что-то задумался. Все, остановился, выдал сообщение, что файл записан, причем, кстати говоря, сохраняются все успешные попытки, и поэтому, когда вы долго считаете, у вас там в этом файле модели копятся вот эти резовские результаты, и папка начинает разрастаться в геометрической прогрессии, поэтому иногда их можно убивать, вот эти старые результаты. Так, заходим в Солюшен, значит, глядите, здесь есть одна вкладка Ниша Вэльюс, по умолчанию здесь стоит Солюшен Current Солюшен Дата и в Пособл, то есть, глядите, что это значит, это значит, что расчет будет сделан с имеющегося результата, файла результата, если это возможно. Значит, что вы можете сделать, вы можете выбрать Ниша Кондишн, то есть, это значит, что расчет будет стартовать с нуля, то есть, ну как, с чистого листа теоретически он должен стартануть, кстати, почему-то у меня не всегда срабатывает, может быть, я что-то здесь недопонимаю, но иногда нам надо сделать как, то, что мы считали, 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 у нас там есть какое-то решение, с которого мы стартуем, мы что-то поменяли, и нам надо стартануть с нуля, то есть, у нас что-то сильно изменилось, мы хотим стартануть с нуля, вот тогда используется вот эта настройка, но в принципе еще для чего можно это использовать, если прописать initial value спецификация, то можно здесь будет выбрать вот этот вот файл результатов, можно будет выбрать файл результатов, с которых с которых можно стартануть, то есть, мы сейчас говорим о турбине, так, где она турбина, 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 вот он, турбина, example files в dp0 в каком-то cfx мы находим файл, с которого мы хотим стартануть, то есть, мы можем стартовать с результатов существующего файла, то есть, если я нажму вот так вот, то у меня произойдет расчет с этого файла, честно говоря, не знаю, что за файл, сейчас посмотрим, значит, в чем смысл, то, что, когда вы стартуете с нуля, а, это тот же файл, на котором я остановился, когда вы стартуете с нуля, то, ну, скажем так, программе требуется время, чтобы установиться, плюс процесс установления, он достаточно неустойчивый, когда вы стартуете с каких-то данных существующих, то, вот, те поля, которые были на той модели, с которой вы стартуете, они используются как исходные данные, они гораздо ближе к реальности, и поэтому стартовые итерации получаются гораздо более устойчивыми, и программа быстрее находит решение, ну, то есть, видите, он стартанул с 30 вот этой четвертой итерации, на которой я остановился, ну, и дальше будет на них работать, то есть, но это произошло не из-за того, что я стартанул вот именно с той итерации, а потому, что я стартанул вот с того файла, так, ну, наверное, по решателю это все, давайте вкратце по постпроцессору пройдемся, давайте я остановлюсь, и из моей готовой модели я загружу результаты, постараюсь это сделать с нуля, ну, то есть, там, потому что, скорее всего, у меня какие-то настройки есть, сейчас он остановится, ну, потому что обычная лицензия Антиса не позволяет параллельно работать в двух программах, ну, я, кстати говоря, видел у некоторых людей так работал, но это, ну, у нас так не работает, итак, вы провели расчет, да, важный момент, о котором я забыл сказать, где у меня значит, глядите, как вы видели, невязки снижаются, невязки снижаются, и вопрос, когда останавливать решение, то есть, на какую итерацию, ответ здесь следующий, так, давайте какой-нибудь цвет, не красный, то есть, у вас есть невязки, то есть, вот это вот невязка, а это номер итерации, и ваша невязка, по всем уравнениям, она будет как-то колебаться, и в конечном итоге она выйдет в горизонт, то есть, это может быть прямая линия, это может быть кривая линия, то есть, она может колебаться вокруг некоторого пространства, этот процесс колебания в основном говорит о том, что там у вас есть какой-то нестационарный процесс, но, когда останавливать решение, лучше всего останавливать, когда программа ушла в горизонт и чуть-чуть тут поработала, то есть, я бы остановил где-то вот тут, то есть, запустили процесс решения, смотрим на невязки, видим, вышла в горизонт, достаточно долго там сидит, нажимаем кнопку стоп и все, и смотрим результат, то есть, вот такой вот ответ, когда останавливается, так, ну и по постпроцессору, я сейчас попробую выкинуть данные в другой постпроцессор, ба-ба-ба-бас, врезался, вот специально делаю так, чтобы, короче говоря, предыдущие настройки мои не мешали, потому что, если сейчас запущу вот здесь вот, ну, будет ровно то же самое, но с теми настройками, которые у меня существовали, итак, закончили мы расчет, запускаю я результаты, опять же, поскольку CFX, он заточен под турбо-шаблоны, то есть под турбо-машины, то есть люди, которые делали CFX, они думали о том, что одно из основных областей применения это будут турбо-машины, то тут очень удобный турбо-шаблон, то есть вот загрузился результат, то есть это контур, если вы очень хотите, вы можете там кое-что визуализировать, то есть, например, добавить лопатки, иногда это надо, там, добавить какие-то поверхности, но мы сейчас это делать не будем, иногда это действительно хочется сделать, и сразу идем во вкладку турбо, то есть это турбо-шаблон, иногда он уже инициализирован, но в моем случае он не инициализировался, то есть иногда он делается автоматически, программа его инициализирует, вот, значит, турбо-шаблон это специальный набор инструментов, который облегчает получение результатов, характерных для турбо-машин, и если вы видите, что у вас тут ничего не активно, то просто нажмите кнопку инициализ all components, кстати говоря, если вы потом будете рисовать треугольники скоростей, то еще бы неплохо нажать кнопку calculate velocity components, потому что сейчас у меня скорости рассчитаны, но там для турбо-машин важно знать осевые проекции, окружные проекции, они не рассчитаны, и если нажать на эту кнопку, то программа их посчитает, то есть для треугольников скоростей это важно, ну, наверное, мы сегодня до этого не дойдем, и дальше, что здесь есть, основные инструменты здесь, это вот вкладка blade to blade и меридионал, то есть вкладка blade to blade, что она показывает, нажимаем blade to blade, и мы можем просмотреть изменение параметров в сечении по лопаткам, причем вот здесь вот ваше сечение будет повторять линию тока, то есть, например, я хочу просмотреть поле параметров на высоте 0,5, то есть в поле span мы задаем сечение, то есть 0,5 это середина, 0,1 близко к нулю это втулка и близко к единичке это периферия, то есть по умолчанию стоит среднее сечение и дальше вы выбираете, что вы хотите посмотреть, поля параметров это либо контур, либо колор, они очень близки по свойствам, там по-моему просто разный алгоритм отрисовки и разное количество цветов, дальше, чуть ниже вы выбираете то, что вы хотите посмотреть, то есть по умолчанию стоит давление, то есть я сейчас, если нажму кнопку Apply, то я увижу поле давлений в межлопаточных каналах, то есть вот таким образом у меня меняется поле давлений, если выбрать контур, то есть вот глядите, color, цвета меняются плавно, то есть такое плавное перетекание одного цвета в другое, если нажать контур, то это будет такой, ну у вас короче будут отдельные цвета, вы границы будете видеть, я не помнила, в New Week точно можно, но вот здесь по-моему тоже можно поставить границы между цветами, то есть и вот в этой поле of contours вы можете сказать, хочу 20 цветов, он вам нарисует 20 цветов, и таким макаром вы можете просмотреть все поля, какие хотите, то есть вот здесь вот в списке доступны параметры, которые вы хотите, то есть например число маха, число маха в стейн фрейм, кстати важный разговор, значит число маха, выбираю число маха, нажимаю apply, значит ну во-первых что здесь можно сказать, мы с вами видим одну лопатку и ротора и статора, это все классно, но наверное удобнее воспринимать межлопаточный канал, то есть хотелось бы взглянуть на межлопаточный канал, как это сделать? Для того чтобы показать несколько лопаток идем вниз, в поле домен выбираем тот домен, который мы хотим показать несколько лопаток, но как правило мы все хотим, поэтому придется последовательно для каждого домена и говорим, что для R1, для ротора надо задать, то есть я хочу увидеть две лопатки, говорю apply, то есть вы видите, что произошло, то есть я вижу межлопаточный канал, это гораздо более информативно, дальше статор у меня поменьше, я выбираю статор и говорю, в статоре я хочу увидеть четыре лопатки, то есть я вижу межлопаточный канал статора, то есть вот такая команда, она такая очень использовательная, то есть она ходовая команда, дальше, по поводу мах и мах и стейн фрейм, это очень важный момент, значит, по умолчанию, когда вы выбираете любой параметр без вот этих дополнительных суффиксов, не функционалов, а как на картинке сейчас получается, а у вас нормальный расчет получился, просто как-то переход между доменами резкий такой? Отличный вопрос, Мирон, я тебе даже сейчас, вот как раз ровно сейчас я собирался объяснить, значит, гляди, когда у тебя, то есть, гляди, у тебя есть мах номер, есть мах номер стейн фрейм, то же самое, total pressure, total pressure stayin free, так вот, когда ты выбираешь мах номер, то это число маха, ну или тот параметр, который ты выбрал, в той системе координат, в которой ты считал, и вот здесь вот ответ кроется на твой вопрос, потому что статор считался в стационарной системе координат, соответственно, это число маха в абсолютной системе, в стационарной системе координат, а ротор считался в подвижной системе координат, и поэтому здесь ты видишь, строго говоря, не число маха, а число маха по скорости в относительном движении, но строго говоря, вот эти вот поля, они самые интересные, как раз абсолютная система координат в роторе, и относительная, наоборот, абсолютная в статоре, и относительная в роторе, вот это вот самое интересное, Поэтому вот эта картинка, она на самом деле, пусть со скачком, как ты говоришь, но она очень правильная. Но если я выберу Mach Number Stain Frame, то есть это будет число маха в стационарной системе координат. Вот здесь вот ты уже увидишь плавность, потому что это, строго говоря, вот ровно вот этот вот параметр уже непрерывный. То есть вот ответ на твой вопрос. То же самое касается давления. То есть вот, например, выбираю я Total Pressure, то есть это P со звездой. И тут же я вижу, что P со звездой в статоре, ну почти постоянно, есть кромочные следы, они связаны с потерями. Это соответствует теории. А вот в роторе P со звездой должно снижаться, а у меня постоянно. А ответ здесь кроется в том, что на самом деле это P со звездой в относительной системе координат. А она-то как раз будет почти постоянно. Вот. Поэтому корректнее использовать, если вы хотите полные параметры, ну P со звездой я имею в виду, то вот Total Pressure Stain Frame. То есть тогда все становится правильным. Дальше, что вы можете еще сделать? Вы можете засветить вектора, то есть выбираем векторы, говорим Apply, и вы видите поле векторов. Ну, они достаточно мелкие. Если мы увеличим Symbol Size, то они станут крупнее. Если мы вот этот фактор погоняем, я правда не помню в какую сторону его, но давайте вот так вот сделаем. Число векторов должно будет уменьшаться. То есть, ну, можно добиться того, чтобы вектора ваши были более информативные. Вот. Из интересного здесь можно выбрать вид вектора, то есть, например, 3D-стрелка. Ну, как-то вот так вот покрасивше. То есть, все в одном меню мы с вами смотрим. И вектора, и чего там еще. И, кстати, линии тока тоже. Значит, как посмотреть линии тока? Говорим Steam, то есть, поток. В Number Points выбираем количество линий тока. 25 это мало. По умолчанию стоит 25, это мало. Поэтому я обычно сюда нолик присобачиваю, но дальше по ситуации. Говорю Apply. То есть, на каждый канал у вас получается 250 линий. И мы видим линии тока. То есть, вот таким образом это видно. Ну, естественно, когда вы что-то анализируете, надо все-таки смотреть все в комплексе. То есть, и линии тока, и вектора. Да что ж такое? И линии тока, и вектора, и то, и другое. То есть, вот так вот. Дальше. Как перейти на другое сечение? Интересно мне втулочное сечение. Окей, я ставлю там 0,1, 0,0,5. Говорю Apply. То есть, вот это уже картина течения во втулочном сечении. И опять же мы здесь можем наблюдать, что в разных системах координат линии тока отображаются. Поскольку они не плавные. Правильно. Хорошо, Алексей правильно сказал. Значит, когда стоит Velocity, это в той системе координат, в которой вы считали. Если я выберу Velocity Stain Frame, то вы увидите вот это. То есть, вот это будет линия тока в абсолютной системе координат. Но учитывайте, что в абсолютной системе координат у вас будет еще движение. То есть, поэтому в роторе это будет выглядеть очень странно. То есть, поэтому удобнее вот так. Вот, но да, ты прав в этом, то, что ты сказал. Так, что еще я забыл. Вкладка Meridional. Все то же самое, но в меридиональном сечении. То есть, сейчас он подумает, но он нарисует нам с вами, как это сказать, поля в меридиональном сечении, но осредненное. То есть, поскольку лопатка все-таки вещь трехмерная, ну, по крайней мере, в окружном направлении, то он вам нарисует поля, он может нарисовать вектора осредненные, но в меридиональном сечении. Ну, ради интереса тут можно добавить позиции лопаток, но они затеняют тут все, поэтому обычно так не делают, ну, просто для ориентирования. Вот, что касаемо полей, это все. Ну, по крупу, скажем так. Вот, что еще из того, что, скажем так, на первых парах вам надо будет использовать. Естественно, поля это классно. Да, один момент, о котором стоит сказать. По-моему, это надо идти вот сюда. Нет. В общем, на что я обращаю ваше внимание. Вот, блин, а здесь я не знаю, где это. Просто лично меня вот сильно бесят вот эти вот Е. И очень хочется, очень хочется сделать что-то, чтобы показывало в нормальных человеческих величинах. В аутлайне есть вкладка легенды. Здесь есть appearance. Если поставить fix it, то легенда будет, по крайней мере, в аутлайне нормальная человеческая. Посмотрим, здесь она не сработает. Вот. Как поменять в турбогриде, честно говоря, я немножко задался вопросом. Так, что я хотел сюда еще добавить? Что я хотел добавить? А, значит, из того, что вам надо в практике. Поля классно, но вам нужны конкретные значения давления, температур, скоростей, чего-то еще на входных-выходных и иногда даже на промежуточных границах. Ну, чаще всего входная-выходная граница. Как найти численные значения параметров на границах? Это делается во вкладке Calculators. Вот здесь вот. Function Calculator. Ну, не вдаваясь в подробности, мы просто принцип с вами разберем. Ну, может быть, я по ходу скажу, какие параметры будут важны. Вот. Просто проговорю. Значит, в Function Calculator вы выбираете, что вы хотите измерить. Значит, первая кнопка – это такая, скажем так, с одной стороны, что вы хотите измерить, с другой стороны, тип осреднения. То есть, тут как-то все в кучу намерено. То есть, например, Area – это поверхность. Ну, как правило, поверхность нам неинтересна. Нам интересно что? Нам интересны параметры. То есть, если вы хотите измерить, например, температуру или давление, вы говорите, я хочу измерить осредненный по каким-то образом параметр. И вот тип осреднения выбирается вот здесь вот. То есть, чаще всего мы используем MassFlowAve. То есть, параметры, осредненные по расходу. Если вы хотите знать просто расход, то вы выбираете MassFlow. То есть, например, я хочу знать расход через входную границу. То есть, я говорю, я хочу знать MassFlow через входную границу. И в списке выбираю границу Inlet. Говорю Calculate. И он мне говорит, что через входную границу входит такой расход. Вы, конечно, удивитесь, что расход маленький, но напоминаю, что расход показывается тот, который идет через один канал. Его надо умножить на количество лопаток, причем именно входных. То есть, на количество лопаток статора в моем случае. То есть, это вот такой момент. Дальше, что здесь интересного? Для определения КПД нужно знать момент. Это торг. То есть, вы выбираете торг. Вы говорите, что вам интересен торг относительно оси вращения. То есть, выбираете ось Z. И выбираете поверхность лопатки. Потому что на рабочих лопатках R1 Blade создает скрудящий момент. И вы говорите, что на лопатке R1 Blade я хочу знать торг вокруг оси Z. Нажимаете кнопку Calculate, получаете результат. Кстати говоря, обратите внимание, предыдущий результат скрылся. Это не всегда удобно. То есть, если вы уберете галочку здесь, то следующее вычисление, которое я сделаю, оно будет в этом же окне, но не стирая предыдущее значение. Теперь, по поводу давления температур и других параметров потока. Как их померить? Вы говорите, я хочу осредненный параметр по массе. Здесь еще какие варианты? Здесь есть где-то среднее арифметическое. И арифметическое. И арифметическое. То есть, среднее по поверхности. Но обычно все-таки считается, что более корректно MassFlowAve использовать. То есть, осреднение по расходу. Дальше вы говорите, в какой границе вы должны это померить. То есть, например, меня интересует полное давление на выходе. Я выбираю MassFlowAve, то есть, осредненное по массе параметр, на границе R1. И какой параметр я хочу измерить. Ну, стоит по умолчанию статическое давление. Я, например, хочу полное давление. Но здесь надо помнить то, о чем мы говорили. То, что полное давление P со звездой, это вообще-то Total Pressure and Stain Frame. Нажимаю Calculate, и он мне выкидывает значение вот этого. Опять же, напоминаю вам про Reference Pressure. Мы задали 0, поэтому мы получили абсолютное значение. Если бы мы задали Reference Pressure, то это было бы избыточное давление. То есть, надо было прибавить к Reference Pressure. То есть, например, я хочу знать скорость на выходе. Где-то, что-то я увидел, но потерял. Вот, velocity. Кстати говоря, для выхода это будет W. То есть, поскольку velocity это будет скорость в той системе координат, в которой считался ротор. У нас ротор на выходе. То есть, на выходе у нас абсолютная скорость 317 метров в секунду. Но, поскольку я там нажал Calculate velocity components, то, в принципе, я могу найти CU, могу найти радиальную компоненту этой скорости. Могу найти, где-то аксиальная должна быть компонента. Что-то я ее пропустил. Окей, что-то я ее не вижу. Она должна быть. Велосьте аксиал. Вот она. То есть, вот, например, осевая компонента здесь 194. И таким образом я могу измерить любые параметры цифровые на тех границах, которые есть. То есть, обращаю ваше внимание, что измерение происходит на границах. То есть, по умолчанию это вход, выход, какие-то боковые границы, поверхности лопаток и так далее. Если вам надо что-то измерить в каком-то конкретном месте, в конкретной точке, в конкретной области пространства, но которая не находится на границе, надо будет делать дополнительные построения, делать новый локейшн. Но об этом, я думаю, я расскажу в следующий раз.